На пороге выборов в Бавруйске обсудили ход электоральной кампании. Важно развитие социально-экономического потенциала нашего города. Что обсудили в процессе диалога. В канун Нового года парк станции скорой помощи пополнили новые машины. Очень важно, когда ты работаешь в комфортных условиях, полностью оснащен тем, что необходимо. Что есть внутри современного реанимобиля. В городе продолжается праздничная благотворительная акция «Наши дети». Зарезится позитивом и положительной энергетикой. Что принес Дедушка Мороз. А также минус 10%, рабочий график и планы на год. Закон о республиканском бюджете подписан в Беларуси на 2024. Какие приоритетные направления? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Просто о важном. В Бобруйске обсудили ход предстоящей электоральной кампании. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Гацко встретился с коллективами Комитета судебных экспертиз и Белагрофорумбанка. Обсудили изменения избирательного законодательства. Каждый присутствующий получил развернутые ответы по вопросам электоральной кампании. Наше общество замечательно и важно развитие социально-экономического потенциала нашего города, нашей страны. И если вопросы политической безопасности будут соблюдаться, если мы будем правильно и рационально проводить электоральные кампании, безусловно, если мы будем выбирать достойных представителей населения, которые, безусловно, будут работать на благо нашей города и нашей страны. Избирательная кампания этого года станет самой крупной за всю историю независимой Беларуси. Единый день голосования, напомним, пройдет 25 февраля. Жители страны изберут депутатов Палаты представителей, национального собрания, а также местных советов. Выдвижение кандидатов продлится до 15 января. Алкоголь-убой. Два человека погибли в Бобруйском районе из-за огненной стихии. Вечером 1 января спасатели экстрена отправились в деревню Турки, где по улице Клубной полыхал жилой дом. При ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тела мужчины и женщины. Предположительно, 51-летнего хозяина и 33-летний гости. Погибшие в тот злополучный день бурно отмечали праздники. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи погибшего. Назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз. Предварительно рассматривается несколько версий возникновения пожара. В том числе неправильная установка и эксплуатация печного оборудования. В ходе проверки все обстоятельства трагедии будут установлены Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета. Технологический прогресс, белорусское гостеприимство и забота о гражданах. Крупнейшие торговые сети республики продлили скидки на социально значимые товары. Какие категории вошли в список? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Закон о республиканском бюджете на 2024 подписан. Приоритетные направления – повышение благосостояния населения за счет увеличения зарплат и поддержка национальной экономики. К слову, смета союзного государства также определена. Она выросла на 40%. Это позволит умножить количество различных программ и проектов. Крупнейшие торговые сети республики продлили скидки на социально значимые товары. Среди них – мука, хлеб, некоторые виды мяса, молочная продукция и овощи. Рассчитывать на льготы могут пенсионеры, инвалиды, а также многодетные и малообеспеченные семьи. Программа работает почти два года. Размер уже предоставленного дисконта превысил 45 миллионов рублей. В стране стала возможной комбинированная форма работы. Благодаря изменениям в трудовом кодексе сотрудники могут совмещать как очный процесс, так и дистанционку. Также с января можно временно перейти на удаленку, но не дольше, чем на шесть месяцев в году. Новые корректировки обеспечивают кадром больше гарантий. За выходные дни Беларусь посетили свыше трех тысяч иностранцев из Евросоюза. Среди них – 1920 граждан Литвы, 531 житель Латвии и 440 поляков. Безвизовый режим был введен, напомним, с апреля 2022. Действовать он будет и в 2024. Всего за время его работы в Синёкую прибыло свыше 800 тысяч человек. Белорусские ученые начали печатать котлеты на 3D-принтере. Технологию тестируют в Институте мясомолочной промышленности. Как отмечают исследователи, продукция изготовлена из натурального сырья. Для необычного производства используются свинина, говядина, птица и другие необходимые компоненты, без консервантов или искусственных добавок. В канун Нового года парк станции скорой помощи пополнили новые машины. Четыре автомобиля класса «Б» отечественного производства «Мас Купава» оснащены всем необходимым для оказания помощи и транспортировки пациентов стационарной организации здравоохранения. Приемные устройства с тележкой-каталкой, система кислородной разводки, шкаф для баллонов, три кресла, два из них поворотные. Медработники по достоинству оценили комфорт, качество и улучшенное оборудование. Очень важно, когда ты работаешь в комфортных условиях, полностью оснащен тем, что необходимо в экстренной ситуации, когда на кону жизнь человека, в руках просто жизнь человека, и ты, имея полностью то оснащение, которое в принципе сейчас оснащено реанимацией, реанимационное отделение, ты, пользуясь всем этим, просто идешь на спасение жизни. На этих автомобилях мы проработали год. Сотрудники приезжают к нам, спрашивают наши пожелания, может что-то можно усовершенствовать, что-то добавить. Мы очень довольны, мы посмотрели, вот почти все наши пожелания были учтены. На Вобруйской станции скорой неотложной медицинской помощи трудятся 19 выездных бригад и 24 машины, которые обслуживают город и ближайшие районы. Всего в минувшем году было закуплено 7 авто. Более 20 лет акция «Наши дети» ежегодно привносит в жизнь ребят Беларуси частичку тепла и радости. В стороне не остается никто. Событие охватывает огромный пласт населения республики. Волшебство не приходит само, его создают своими руками. К поздравлениям присоединилась Юлия Вернер. Торжество не обошло стороной и дом семейного типа Натальи и Константина Кравцовых. Пара воспитывает семерых ребят. Старшему сыну 15, младшему 9. Из кухни уютного жилища доносятся аппетитные ароматы. К приготовлению праздничного ужина руку приложили все. Большая пушистая ель завлекает яркими огнями. Праздники у нас каникулы новогодние, поэтому мы собираемся идти на каток. Готовим стол, украшаем дом. Ну, все как в каждой семье, наверное. Пишем письма Деду Морозу, ждем чуда. Надеемся, что оно исполнится. Не обошлось и без подарков. В гости к дружному семейству заглянули Дед Мороз со своей внучкой. Чтобы получить сладкий презент, обязателен волшебный ритуал. Рассказать седобородому волшебнику стихотворение. Ребята с удовольствием прочли строчки про символ года – дракона, а после загадали заветное желание. Думаю, что у всех будет новогоднее настроение, много всяких мыслей, ждем подарков. Также помогаем маме, очень ее все любим. Новый год – это классный праздник, который отмечает вся страна. На огонек к Кравцовым с поздравлениями заглянула и администрация Ленинского района. Детей ждали компьютер, батут и гора сладостей. Не обошлось и бесполезных подарков – духового шкафа, робота-пылесоса и триммера. В ответ ребята вручили сувениры, сделанные своими руками, картины и фигурку дракона. После чайпития с тортом, приготовленным всеми членами семьи. В этом году удалось посетить все дома семейного типа и приют. И взрослые эмоции, они были почти как детские. Я всегда с удовольствием нахожу время поздравить детей, увидеть их улыбку, блеск в их глазах, ну и зарядиться позитивом и положительной энергетикой. Праздник в каждый дом. Благодаря волшебной акции тысячи детей Беларуси становятся немного счастливее. В наших силах оказать посильную помощь и подарить ребятам немного заботы и внимания. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Во власти стихии Беларусь накрыли по-настоящему крещенские морозы. Словно Арктика. Погода не перестает удивлять жителей страны. Буквально на прошлой неделе столбик термометра показывал плюс пять. Но вместе с Новым годом пришли резкие перепады температуры до минус 23. Похолодание только усиливается. Распособствует этому влажность и восточный ветер. Условия за окно под влиянием атмосферных фронтов и холодных воздушных масс. Холодно, одеваемся, перчатки, шапки, шарфы. Все, теплый чай, кофе, горячо, греемся. Хоть зима чувствуется, потому что когда был дождь, каждый какой год уже подряд, так хоть приятно погулять по улице, по морозу. Мне нравится, свежо, весело. Утеплился и настроение хорошее, естественно. Зима должна быть зимой, летом, летом. Зима такая должна быть, чтобы снег хрустел, чтобы настроение было такое бодрое, чтобы шел, щеки так румянились чуть-чуть, чтобы приходил домой и чувствовал, что на самом деле зима. Скрип шагов. Морозная погода сохранится и на следующей неделе. Чтобы избежать холодовых травм, медики призывают серьезно отнестись к выбору одежды и избегать долгого нахождения на улице. К слову, градус на столбике термометра начнет повышаться только со среды. Сразу после нас сирена моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»